Продолжение следует... Теперь на месте деревьев вот такие пеньки. Опилки, щепки и следы от прицепа. Теперь это улики в уголовном деле о незаконной вырубке деревьев. Черных лесорубов задержали 2 декабря. Они признались в 14 спилах, 12 из них дубы. Клен и берест свалили по ошибке. Энергоемкость твердой породы дубов гораздо выше, чем у деревьев других пород. Поэтому дубы больше ценятся, как топливная древесина. Специалисты говорят, черные лесорубы пилили деревья на продажу. Один кубометр древесины стоит около 100 долларов. Что именно валить, выбирали тщательно. Впечатление, что браконьеры работали по заказу. К примеру, вот этот вот клен даже рубить не надо, он уже упал. Оставалось только распилить его и увезти. Но он оказался ненужным. Его оставили на поляне. А вот за соседним дубом не поленились забраться в заросли кустарника. Хотя рядом тоже растут дубы. Дело в размерах дерева. Диаметры самих стволов, они разнятся. То есть от 28 сантиметров диаметра до 54. То есть помимо того, что в хаотичном выбирались деревья, так еще и хаотично подбирались диаметры. Как будто вот для чего-то специально это было сделано. На браконьеров завели уголовное дело. Идет следствие.